Привет! Вы снова на канале «Давайте разбираться». Если вы здесь не в первый раз, то, скорее всего, ваша жизнь как-то связана с ратраками. Я, как и всегда, ваш преподоподобный Сергей Бадылин, рассказываю тонкости и нюансы ремонта и обслуживания ратраков в Пистанбуре. Если информация эта кажется вам полезной, то лайк этому видео. Это лучшее, что вы можете сделать для меня. Это 10-я серия нашей образовательной киноэпопеи. И сегодня речь пойдет про Пистанбуре 400. На Пистанбуре 400 установлен двигатель Cummins. Рядная шестерка. Операторы этих машин его прекрасно знают. Запустить и остановить двигатель можно двумя способами. Первый, привычный всем, из кабины ключом зажигания. Второй, если двигатель уже запущен или как минимум включено зажигание, подняв кабину, вот здесь вот, мы видим слева от двигателя две кнопочки прямо на двигателе в районе клапанной крышки. Старт и Стоп. Можно с помощью этих кнопок и остановить, и запустить двигатель. И не только на этой машине встречаются такие кнопки. И на 300-х, и на 200-х Мерседесах стоят эти кнопки. Я не буду сейчас перечислять все модели. Но почему я хочу поговорить именно про 400-ку? Потому что кнопка на 400-ке, именно кнопка Стоп, она не нормально разомкнута, а нормально замкнута. Поясню, что я имею в виду. Привычные всем 200-ки и 300-ки Мерседеса, чтобы заглушить двигатель, тебе надо замкнуть контакт. Нажал, замкнул, заглушил. На старте так же. Нажал, замкнул, завел. На 400-ке есть особенность. Кнопка Стоп замкнута, когда не нажата. Нажимая на кнопку, ты размыкаешь цепь. А это значит, что может возникнуть такая ситуация, что вы лазили в двигатель по каким-то другим делам и могли случайно задеть проводок или контакт этой кнопки, который может сразу и не слететь, но впоследствии от вибрации соскочить с контакта. И в этом случае машину вы завести не сможете. Мы сталкивались с такой неисправностью, случайно задев этот проводок. Мы долго не могли завести машину, не зная этой особенности и не заглядывая в схему. Вроде такие мелочи, кто на них смотрит, пока не столкнешься? Машина не заводилась, что бы мы ни делали. Даже диагностика показывала, что в машине все в порядке. Все датчики целые, цепь целая, ошибок нет. А что эта кнопка нажата, диагностика не видит. Двигатель крутится, но не заводится. Хоть ты убейся. И эти ночные танцы вокруг леденеющей машины могут продолжаться много-много часов. Обнаружили чисто случайно, пошевелив провода. Заметили, что включился подогрев воздушной магистрали. И тогда для нас это стало косвенным признаком. Кабина была поднята, машина уже задула снегом, двигатель открытый и уже ледяной. Шевелим провода и начинает оттаивать подогрев воздушной магистрали. В моей жизни потом такая история случалась трижды. Причем машина может внезапно завестись и даже смену полсмены отработать. При вибрации стартера проводок наскакивает на контакт от вибрации двигателя. И все, вроде нормально. Но потом ситуация повторяется. Случаясь всегда по закону подлости в самых неподходящих погодных условиях. И чтобы сэкономить время, если у вас машина Пистанбулли 400 и происходит подобная история, то начинайте осмотр с этой кнопки. Вот такой лайфхак. На сегодня на этом все. Как обычно, в конце предлагаю вам подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Жду от вас комментарии с предложением следующих тем для разбора на канале. А если у вас что-то случилось и вам необходима срочная помощь или консультация, то на экране, в описании, вы найдете горячий телефон техподдержки. Он круглосуточный. А все консультации по нему бесплатные. С вами был Сергей Будылин. И до встречи в следующих сериях.